Не, а давайте, а консервную банку, ну-ка, а вы откройте эту консервную банку Вы чё, блядь, меня, блядь, обсираете? Не-не-не, я спрашиваю Я на этой консервной банке, я на этой консервной банке Я и в лес, блядь, и погребы, а вы на этой, блядь, на хонде, блядь, на своей хвалёной Вы тогда за хуй проедете, и чё ты мне сидишь, втираешь? Я так, я имею возможность... Не кричите, пожалуйста Слушай, 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 слушай Я имею возможность, блядь, такую же, допустим, хонду купить Но она мне нахуй не нужна Как вы относитесь к войне между Россией и Украиной, кстати? Какой войне? Ну, которая идёт на Донбассе сейчас То, что Крым захвачен Россией Как вы к этому относитесь? Вы меня прям шокируете Что-то, что такое? Очаков ТВ представляет Доброе утро Здравствуйте Новый год Новый год у вас Вы откуда? В Дальнего Востока? Нет, я в Волгоград В Волгоград Так у вас же там ещё, это, только раннее утро, да? Ну, да Сколько у вас времени? 5.43 Вот, утро Естественно, не вечером, мы не по-американски живём Вы ещё Вы ещё спите? Или уже? Что? Вы ещё не спите или уже не спите? Я уже почти 2 суток не спал Так салон Так вы сейчас до 10-го числа будете Хе-хе-хей, да? Нет, я вот Просто, видать, уж Пиво попил сейчас Ну, блядь Так, я работаю на заводе С токосварщиком А вот Вот на эти выходные Блядь Ну, у нас Завод на 10 Ну, как и вся Россия На 10 каникул Пусли Ну, я решил тут заработать Я вот эти Вот эти 2 суток Я Ну Оттаксовал На своей личной машине Оттаксовал А сейчас Блин Вот Буквально Нахуя Ну, вы будете эти 10 дней Таксовать тоже Или будете Или будете бухать? Ну, какой 10 Ну, блядь Если я, блядь, раз напился Блядь Значит, я буду что 10 дней что-то пить? Нет, так я же говорю Значит, вы будете 10 дней таксовать, да? Естественно, нет Завтра, блядь Я поеду к дочке К зятю Мы там посидим Шашлычок, блин Ну, что? Ну, да Слушайте, а вот вы Ну, а вам на основной работе Оплачивают вот этот отпуск ваш до 10 числа или нет? Да, оплачивают, конечно То есть, ваш работодатель вам официально оплачивает Хотя вы не работаете, да? Там у нас, смотрите У нас такая хитрая хуйня идет Там Если ты график вот делаешь Вот Норму делаешь Блядь Тебе как тариф платят Свыше, блин Тебе Больше платят Не доплачиваешь Значит, не доплачиваешь Не доплачиваешь Значит, не доплачиваешь А этот, блядь Они платят как вот, блядь Среднюю, среднюю, да? Да Да, будем сказать так Слушайте, ну это классно Ну, работодатель, наверное, не очень рад Что вы 10 дней отдыхаете А он тратит деньги на вас, да? Да А весь год мы на него, блядь, батрачим, блядь А он, блядь, за 10 дней, блядь, обедняет Так что ли получается? Не, ну как? Ну у вас же за то, что вы Год, как вы сказали, батрачите У вас же за это отпуск есть, правильно? Каждый год Да, да, да У меня идет и химия, блядь Мне молоко дают, блядь Классно, даже свою корову не надо держать, да? Блядь, было бы она еще молоко, блядь А то, блядь, херу, знаете, там дают, блядь А там, я не знаю, там молоко или, блядь Какую-то хуйню, блядь Это в Советском Союзе было Жирность там, блядь А здесь на пачке молока Могу сейчас, блядь, что хочешь написать А, вам прямо в пачках молоко дают, да? Короче, там Пишут заявление Если тебе надо молоко То ты берешь молоко Если не надо, то отказываешься И за деньги берешь И сколько стоит молоко? Я не могу сейчас сказать Ну, там пишут заявление Я отказываюсь молоко А превратите меня, ну, в денежное содержание Там вот это Заявление какое-то Ну, блин, писали уже года полтора назад А я сейчас все могу сказать А вы молоко берете или деньгами? Деньгами, да Ага, хорошо Слушайте, а вы сварщик какого разряда? Шестого, наверное? Не, у нас шестого не дают У нас максимальный по пятому идет То есть пятый это самый высший Сверху даже теоретически нету, да? Выше Шестого нету? Не, самый высший это шестой Но у нас по заводу идет максимальный пятый Почему? Не знаю, а кто Вот он говорит Ну, как вот Инженер говорит А кто вам сказал, что максимальный шестой? Вот и все Мы, говорит, вам платим максимально И максимально у нас это пятый Вот и все Слушайте, ну, а у вас завод какой? Какого-нибудь машиностроения тяжелого, нет? Что за завод? Не, а у нас трубы и профиль Ага, ага Трубы варите, да? Слушайте, а вот сколько у вас зарплата? Сколько вам платят, как сварщик высшего разряда? Ну, у меня 50 тысяч 50 тысяч? Ничего себе Для Волгограда это сумасшедшие деньги Это очень Ну, как Это не сумасшедшие, но это нормальные деньги Не, ну, 50 тысяч Если б я получал 50 тысяч Я бы таксистом не подрабатывал Да, а вот когда вы дочку замуж отдадите И ведь в долгах будете Я посмотрю на вас В долгах? С 50 тысячами в месяц вы в долгах? Ой, блин, ну, извините, блин, ну, 50 Извините меня Извиняю Хорошо Просто когда люди, например, получают там 15 тысяч или 20 Я могу понять долга Ну, вы, как бы, ну, практически местный олигарх По меркам российским И вы в долгах? Допустим, у меня бугор Ну, бугор Бригадир Да В 80 тысяч Так же, блин, в кредите, блядь, и строят долг Ну, и что? Слушайте, а вот вы, когда таксистом подрабатываете Сколько в день вы домой приносите денег? Примерно Вот Вот В Новом году Вот я, блин, здесь Честно сказать, вот Новогоднюю ночь Ну, короче, там Почти 12 тысяч Ничего себе Слушайте, так вам надо завязывать со сварщицким делом Работать этим Таксистом? Ой, не, 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 не Это, блядь Там идет двойной тариф Там подача была уже 170 рублей минимум Подача машины 170 рублей минимум У меня даже получилось Я в четвертый подъезд привожу А мне, пока я иду Мне Яндекс, кстати, дает мне Я везу в четвертый подъезд А мне 20 метров Ну, вот И дает уже, блин Подача машины 170 рублей 20 метров Круто Ну, 12 тысяч Это, наверное, только в новогоднюю ночь А если в обычный будний день То сколько? Конечно Я про это что и говорю Это новогодняя ночь А в будний день Вот в обычный Сколько может таксист заработать? В среднем А смотря Смотря, сколько он будет работать Часов Ну, да, нет Ну, если 8 часов, например Рабочий день стандартный 8 часов Смотря во сколько он вышел Ну, вот он вышел с 9 утра и до 5 вечера А в 9 утра он утренний вывоз весь просрал Он уже ничего не заработает Надо выходить, блядь, ну, где-то Хорошо, он вышел в 6 утра, давайте Он вышел в 6 утра и, блин, до 2 часов дня 8 часов отработал Сколько он принесет домой денег за 1 день? И опять же Ну, примерно Плюс-минус километр, скажите мне Не, не плюс-минус километр Плюс-минус тысячу, да? Нет Ну, блядь Ну, как я вам могу сказать? Но тысячу он принесет домой или 10 тысяч? Или сколько? Или 100 тысяч? Сколько он принесет домой за эти 8 часов? Будний день в обычный? Ну, в обычный день, ну, 2 тысячи принесет Ну, полторы-полторы Не, 2 тысячи нет Если Ну, чистый Ну, как? Я служу по себе У меня стоит метан У меня метан Метан это вот, блин, что мы, блин Вот такой, подожжи конфорку и зажги А что не пишу? Это на бензине, блядь Я хуй узнаю Ой Да нет, сколько грязными вы получаете? Бог с ним, то, что там чистыми, ладно Ну, грязными, ну, грязными где-то, блин Да я не обращал на грязные Я всегда смотрю на чистые Не, не, но вы же Вы же можете утром заправиться А в следующий раз заправиться через 2 дня Поэтому все, что вы положили в карман Это же не чистое Это все равно грязное Вы же потратите бензин еще Многие, кто на подработки идут, они просто на бензине А я, допустим, на метане Вот мне метан получается Вот я в 18-м году поставил метан Я вот, у меня получалось Километр, выезжаю Заправляюсь, блядь, вот Километр, рубль А сейчас получается Километр, полтора рубля Вот так То есть Вот у меня баллон, блядь, до конца заправляется И я на нем могу проехать 200 километров по городу Он у меня на грани У меня машина Гранта Гранта, Гранта это что? Лада? Это Лада Лада Гранта, да? Да, да, это Лада Гранта А вы не смейтесь Она у меня 141 тысячу проходила 141 тысячу это по спидэм И я считаю, 171 тысячу проходила Она без ремонта проходила Вот эти все Логаны Солярисы Они столько никогда в жизни не пройдут Слушайте, ну Лада Калина еще лучше, чем Лада Гранта, или нет? Не-не-не, Калина все отбраковывают А, плохая машина Калина, да? Я не знаю Я на ней не ездил Я не могу сказать вам так А вы взяли новую Ладу Гранту, да, купили? Да, я в 17-м году купил новую Гранту Я проехал на ней 60 тысяч Потом решил, думаю, продать А потом думаю, да ну нафиг А счетчик, ну, скрутил Смотал А, вы счетчик скрутили Нашмекерили, да? Да А для чего? То есть вы решили себя обмануть, да? Якобы она меньше прошла или нет? Нет, у меня в тот момент у меня появились деньги Я думал, блин Продать Да, продать И, ну, двух выключают Раз, раз И мне 30 тысяч, блин Ну, свертел я 60 на 30 И думаю, продам почти как новую А потом, что-то мне там, блин Хотел я Форда взять И думаю, ну и нафиг У меня был Форд второй Я с ним в горе хапнул Порш? Там Ты что? Порш был? Форд, Форд А, Форд Второй Фокус вы имеете ввиду, да? Да, да, ну, Форд, да Не, ну, Форды не только Фокусы бывают Много разных Нет, ну не Мондео там Не, не, не Форд второй у меня был И потом думал, третий, блядь, возьму А потом, блядь, на Гранде поездил Ты, ёб твою мать Она лучше, чем Форд, да? Она надежнее намного Она не лучше По комфорту там С Фортом она не сравнится Но она надежнее намного, чем Форд Ну, я с вами, кстати, соглашусь Что Форд не самая надежная машина Лада, наверное, более надежная, да? Лада Калина еще более надежная У меня сейчас на спидометре 141 тысяча, но я 30 тысяч смотал Ну, как И у меня 171 тысяча Я еще даже ходовку не делал Вы представляете? Обалдеть И все Вот у нас Это гранты Самые выносливые Раньше у нас был В России, как Это Рено Логан Самые выносливые 200 тысяч Без пробега Сейчас Когда вот его начали В Ростове делать Это Все Сразу А вот, блин Когда французы у нас Начали делать В Тольятти Клады Клады Они наоборот Их, блядь Презашли Я вот 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 вам Я Живой пример 171 тысяча Я еще ничего не делал Я только расходники Менял Там колонки Фильтры И все Я даже Ни один Силенблок Не поменял А что Обычно меняют уже Да? Блядь Обычные, блядь Ну на шестерки Вот допустим На эту Блядь Вот как у нас Привыкли Там У вас У вас ездят на шестерках еще, да? А у вас выпускают шестерки, что ли? Ну я не вчера родился Я вот как, блядь Привыкли, что вот допустим 70 тысяч пробег Блядь Вот капиталку А вот да А вы не смейтесь Так и есть Вот 70 тысяч Вот Toyota Corolla У меня напротив Город Рейка рулевая, блядь Все Пиздец Пошла Руль, блядь Стучит И все Ну так там, наверное Там, наверное, этой Toyota Шестьсот тысяч пробег Нет, нет, нет Я же вам и говорю 70 тысяч Он ее новую брал Подождите Вот Toyota он брал новую? Да Toyota Corolla Он потом, блядь Вот уже заемывается С ним судится, блядь Я не знал, что Lada Granta Более надежная, чем Toyota Corolla Буду знать теперь Может мне тоже Lada Granta купить? Сколько она стоит? Тысячу долларов Новая или сколько? Тысячу долларов? А сколько? Ну а сколько может стоить Консервная банка С этими С гайками? Ну Банка Тогда Там ломаться Там ломаться же нечему Поэтому Ну там же она простая Правильно? Поэтому она не ломается А у вас какая машина? У меня Honda Honda А у вас хорошее И какая Honda? Ну подождите Давайте мы закончим Это я вам скажу Какая Honda Не, а давайте Консервную банку Ну-ка А вы откройте Консервную банку Вы че, блядь Меня, блядь Обсираете? Не, не, не Я спрашиваю Я на этой Консервной банке Я на этой Консервной банке Я и в лес, блядь И погреби А вы на этой Блядь На Хонде, блядь На своей Хваленой Вы тогда за хуй проедете И че ты мне сидишь Тираешь? Я так Я имею возможность Не кричите, пожалуйста Слушай, слушай Слушай Я имею возможность Блядь Так уж Допустим Хонду купить Но она мне нахуй не нужна Да вы че, прикалываетесь? У вас сейчас Дочки на свадьбу Сколько вы должны Потратить денег? Да тебя это не ебет Как это? Вы сказали, что у вас Нет денег на дочкину свадьбу Блин Вы подрабатываете таксистом И тут же говорите Что вы можете пойти Купить машину за 50 тысяч долларов Да, да Через год Через год Я ее уже могу За 50 тысяч долларов Новую машину вы можете купить? За 50 тысяч долларов Конечно Вы знаете, сколько это будет в рублях 50 тысяч долларов, нет? Будет Смотри Вот мне твоя Вот смотри За 50 тысяч долларов Я, естественно, не смогу купить А что же вы говорите Что сможете? Смогу купить Блядь Не хуже, чем у тебя Вот ты, дебил Блядь Купил за 50 тысяч долларов А я лучше, блядь Куплю за 10 тысяч долларов Ну, за 20 тысяч долларов А как? Каким образом? Да прямым Потому что дебил Почему вы так решили? Ну, я так не... Да, потому что Тебе, блядь, впарили Блядь За 50 тысяч долларов Так это ж новая Я ж новую машину купил На дилерской, на дилерской Да, на хуилерской, блядь С гарантией, ну а как? Да, с хуянкой Вот, смотрите Как там могут Как там могут впарить, я не понял Как могут впарить, я не понимаю У меня, у напарника, блядь Он Кио Спартас купил Купил, блядь За 2 миллиона 700 тысяч Кого купил? Блядь, пойду Кого купил? Что? Кого купил? Кио Спартас Ну, новую Че? Новую Не понял Он новую купил у дилера? Да, естественно, да Вот, Рено Рено, у Гаврат, блядь Он купил Что Рено? Вы сказали Кио, по-моему Смотрите Кио Спартас А это Рено, блядь От Логан покупали А вы сказали Он купил Кио, да? Он Кио купил или Рено? Кио Спартас А это, блядь Второе Это Рено Логан, блядь Также по такси А у него, блядь Так он купил Кио Кио он купил Новую у дилера Да А при чем здесь Рено тогда? Да, блин, ну, блин Я ошибся Второй, блядь Минопарник Рено купил Так, он купил Новую Кио Так, и дальше что? Смотрите Что происходит Там Там, оказывается Второй мост Автоматически включается Не как вот, блядь На Ниве, блядь Раз, блядь Еще застрял, блядь Раз, блядь Мост, блядь И ты Раз, блокиров Там все Автоматически, блядь Крузится Она включается Если у тебя, блядь Не едет Она автоматически включается Второй мост От тебя и начинает ехать У него, короче, блядь Произошел Он, ну, он стрял там У него Блядь, не у него Короче Как Блядь, не у него Произошел перегрев И все там, блядь Они все Считают Считают, что, блядь Виноват ты А не механика И тебе Ничего не делают Но у тебя же есть гарантия Гарантия, да Но они Гарантия А их Ихний юрист, блядь Приходит От дилеров, блядь И вот А это не гарантийные случаи Это Произошла ошибка По вашей вине Когда Когда новая машина На нее гарантия На На любой случай Если это только не авария Если он что-то не врезался Да что вы говорите Это вы, наверное, так не стал Если нет физического Этого самого Воздействия Чего-то другого Всегда покрывает Стра Эта самая гарантия В течение определенного времени Нет, я в США живу А, вы А что же говорите Про Украину Мы вообще с вами Про Украину не говорили Вы что Слово Украина У нас не звучало С вами Не, а у нас Происходит вот так Блядь У нас Киева, блядь Блядь Не Киева Блядь Чудай Блядь А, нет Киева Спортаж Да Вот Киева Блядь Подожди Я просто сейчас Выпившим Короче, блин Попробуй ты Это каждый То есть Ну они переваливают Всю вину На тебя И то есть Это Не брак Завода А, блин Ты неправильно Эксплуатировал И все И, блин Сгора тебе Ты слетаешь Я понял Слушайте, а как вы Относитесь Вот раз вы Украину Упомянули Как вы Относитесь К войне Между Россией И Украиной Кстати Какой войне Ну, которая Идет На Донбассе Сейчас То, что Крым Захвачен Россией Как вы К этому Относитесь Вы меня Прямо Шокировали Что Что Такое Ну, Крым К Россию Он вернулся Он захвачен Россией Оккупирован Как понять Он вернулся Военным путем Путем захвата Захвата чужих территорий Он вернулся Пока временно Естественно Военным путем Вернулся Ну, а как А зеленые человечки Это кто были Бабушки В косыночках Лузвищи И семечки Или это были Ваши военные Все-таки Ну, я смотрел Про этих Да, человечков Так И кто это Они А вы А мне скажите Хоть один Человечек Этот Зеленый Хоть тронул Хоть вот так вот Плечом А военного Украинца Потерся Было даже Более того Даже Застрелили Одного Да Как минимум Одного Да Один украинский А, ну да Вот это Блядь Что Украина Смонтировала И показала Да А вы этому Верите, да? А вы чему Верите? Да Побежали Две Тысяч Семьсот Человек Просто Соса Вуни Две тысячи А семь тысяч Там, блядь У нас Было В этом Должно Было По договору Что Военно-морская база В Севастополе И там Должно Состоять Не более Тысячи Семьсот Человек Так А у них там Семь тысяч Они, блядь Убежали От тысячи Да Так это По договору На самом деле У вас там Было же Намного Больше Я не знаю Я не считал Понятно Вы не знаете Откуда вы знаете Тогда вот эту Информацию Которую Вы мне Плетете Сейчас А ты Откуда знаешь Какую Вы мне Плетете Что Они там Блин Кто застрелит Это общеизвестная Информация Есть факты Есть видео Есть видео Есть видео Есть видео Это признанный Факт Что 27 Февраля Ваши Зеленые Человечки Захватили Вооруженным Путем Парламент Крыма С автоматами Это Гиркин В этом лично Знаете Стрелков Гиркин Он лично В этом признавался В своих интервью И что Застрелил Нет Я знаю Что Гиркин Признавался Который Блин Услов На посту И Гиркин Признавался Что он его Застрелил Когда Блин Просрали И По вине Дозорного Убили Пять человек Мы сейчас Говорим Про Вооруженным Путем Был захвачен Крым Или нет Так вот Гиркин Признался Что они С автоматами В руках Захватывали Парламент Где? В Крыму В Симферополе Непосредственно Да Гиркина Там не было Он был В Донбассе А не в Крыму После Крыма Он еще был В Донбассе Захватывал Славянск А у вас Если вы Сейчас откроете Гугл Наберете Гиркин Захват Гиркиным Парламента Парламента Крыма Вы увидите Это все Вы вообще Сейчас Где находите В Соединенных Штатах Город Город Сан-Франциско Штат Калифорния Это Север Это Северная Калифорния Нет А смотрите Это Север Или Юг США Это Серединка Примерно Да А я бы сказал Это Восток Это Не Восток Это Запад Вообще Да Вот Правильно Молодец Восток Это Нью-Йорк Вашингтон Да Да Не Ну Я с вами Соглашу Что А А сколько Штатов США 50 А сколько Звездочек На флаге Вах Слушайте А у вас Ну Вы говорите Вы себе Можете купить Сейчас Машину Новую И так Далее А что У вас Дантиста Нету Денег Да Так вот Он Выдрал Через неделю Иди Например У меня Были Зубы Но Он Я Повыдирал Да Ну Так Чтобы Их Не Выдирать Их Надо Лечить Просто Регулярно Было Лечим Потихоньку Лечите Путем удаления Да Пока Вот Блядь Половину Вот Снизу Блядь Левую Сторону Сделал Теперь Блядь Справа Будет А вас Это Ебет Не Ну А что Вы ругаетесь Мы же С вами Вроде Не Ругались Вы Матом Ругаетесь Нету Потому Что Я Вас Не Перехожу Что Вы В очках Сидите В очках Это Для Зрения Очки Для Зрения А что А у Нас Блядь Он Микрохирургия Блядь Уже Не 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 А От Дальна Подожди От Дальнозоркости Нету Микрохирургии Есть От Близорукости Ты Этого Не Знаешь Дебилоид Ты Не Знаешь Этого Дебилоид Это Ты Ты Не Знаешь Этого От Близорукости Можно Сделать Операцию Лазерную А Дальнозоркости Нет От Хуеркости Блядь Почему Мне матери Блядь Сделали Она Блядь Нормально Но ей Сделали Значит Что-то Другое Может У нее Было 30 Трицать 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 Рублей Я Сделаю Она Без Очком Считает И Фу Считает И Делает Может У нее Была Какая Глоукома Там Или Что-нибудь Такое Много Разных Сидишь Сидишь Беззубая Беззубая Чмо Блин Естественно Ну да Блядь Ты Хуй Блядь Давай Ладно А давай С тобой Вот Ну Ну На тысячу Баксов Спорим Блядь Я тебе Блядь Просто Вопрос Задаю Отвечаешь Твои Не отвечаешь Мои Кого Задавай Столица Австралии Так Если я Отвечаю То ты Мне Торчишь В тысячу Баксов Правильно Да Хорошо А если Не отвечаешь Если Не отвечаю Тогда Я Торчу Ты Баксов Правильно То есть Если Я Тебе Отвечаю На этот Вопрос Так Ты Мне Торчишь Ты Честно Договорились Договорились Давай Все Отвечаю Твой Вопрос Звучал Так Столица Австралии Я тебе Отвечаю Не Помню Я Ответил Ты Мне Торчишь Тысячу Долларов Смотри Ну это Блядь Это Это Школьный Вопрос Не важно Ты Торчишь Тысячу Долларов Блин Давай Не Тысячу А Ну понятно Русский Как скажет Так Россиянец Вернее Как скажет Так и Соврет Торчишься Да Не знаю Нет у меня Комментариев Торчишься 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 Торний Торчишься Торчишься Торкови Торчишься Торчишься Субтитры сделал DimaTorzok